Россия строит оборонительные рубежи в Крыму, а ВСУ продолжают контрнаступление, карты боев. Российские войска укрепляют тылы в Луганской области, а также строят оборонительные рубежи в Запорожской области и Крыму. В то же время, ВСУ продолжают контрнаступательные действия на западе Луганщины и продолжают героически держать Бахмут. Об этом сообщает РБК Украина, ссылаясь на Институт изучения войны из контрнаступления на западе Луганской области. Российские войска укрепили тыловые районы Луганской области и попытались вернуть утраченные позиции во время продолжения контрнаступательных действий украинских войск на линии Сватова-Кременная 18 ноября. В Генштабе Украины отметили, что отступившие из Херсонской области российские войска перешли под Новоайдар Луганской области. Украинские военные источники также сообщили, что украинские войска отразили атаки на Новоселовское и Стельмаховк. Российские источники утверждают, что украинские войска атаковали в этом районе в направлении Кузимовки. На видео с геолокацией видно, как украинский десант уничтожает российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2 в Дачном. В то же время, по данным российских источников, ВСУ наступали на Краснопоповку, но успеха не имели. Также украинские защитники продолжают попытки наступать юго-восточнее Кременной в направлении Лисичанска и Попасной. Бои на Донбассе 18 ноября российские войска продолжали ограниченные наземные наступления вблизи Бахмута и Авдеевки и на западе Донецкой области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили наземные штурмы к северо-востоку от Бахмута, близ Спернова и Белогоровки и к югу от Бахмута, близ Опытного. Заместитель министра внутренних дел, так называемый ЛНР, Виталий Киселев, заявил, что силы ЧВК Вагнера отразили контратаки украинских войск на юго-восточной окраине Бахмута и вблизи Опытного. Генштаб сообщил, что украинские силы отразили наземные атаки на юго-запад от Авдеевки в районе Первомайского и Водяного и юго-западнее города Донецка в районе Новомихайловки. Геолокационные кадры, опубликованные 17 ноября, показывают, что российские войска добились незначительных успехов, продвигаясь на запад по направлению к Первомайскому. Российская МОУ утверждала, что их войска отразили наземные атаки восточнее Углидара, возле Сладкого, Владимировки и Павловки. Ситуация в Херсонской области. 18 ноября российские войска продолжали вести оборонительные деяния на левом берегу Днепра в Херсонской области. Южное оперативное командование ВСУ сообщило, что российские войска продолжают обустраивать оборонные рубежи и пополнять свои силы на востоке Херсонской области. Российские войска продолжают отступать от восточного берега реки Днепр, принудительно переселяя мирных жителей из Новокиевки и транспортируя медицинское оборудование из Новой Каховки в Крым. Украинский генштаб сообщил, что российские войска продолжали наносить удары по районам правого берега Днепра, включая Херсон, Чернобаевку, Антоновку и Береслав. Украинские войска продолжали наносить удары по российским военным средствам и районам сосредоточения к югу от Днепра. Генштаб сообщил, что украинские удары в предыдущие дни убили более 50 российских военных в Скадовске и уничтожили боеприпасы в Чеплинке. Южное оперативное командование ВСУ заявило, что украинские удары уничтожили военные средства вдоль восточного берега реки, в частности, в Новой Каховке, Голой пристани и Олежках. Российские оккупационные чиновники и военное руководство кажется все больше озабочены следующими украинскими контрнаступательными операциями на юге Украины. В Генштабе Украины заявили, что российские войска накапливают инженерную технику для строительства оборонных рубежей в Михайловском районе Запорожской области и используют производственные предприятия Запорожской. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Области для строительства большего количества оборонительных сооружений. Окупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские чиновники не готовятся к зимнему затишью в боевых действах. Российские войска продолжили обычный обстрел районов в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях. Также ИС сообщают, что Россия продолжает сталкиваться с очень низким моральным духом и плохой дисциплиной среди своих сил на фоне продолжающейся внутренней реакции на частичную мобилизацию. А российские оккупационные власти продолжают принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Кроме этого, российско-оккупационные органы и войска продолжили усиление фильтрационных мер на оккупированных России территориях в Украине. Например, Центр Украинская. Сопротивление сообщил, что оккупанты эвакуировали подозреваемых в проукраинской деятельности местных жителей в Михайловке и отправили их в Тимошовку Запорожской области с помощью местных коллаборантов. Напомним, по данным ИС, российские силы в восточной части Херсонской области уязвимы для украинской кампании перехвата, подобной той, которую ВСУ успешно использовали, чтобы отразить западную часть Херсонской области. Детальнее о том, куда Россия перебросит херсонскую группировку и где будет ждать основных боев, читайте в материале РБК Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм, генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова